Да, весна на всех воздействует по-разному. Кто-то радуется тепло и солнышку, а кто-то, как моя коллега, например, раздражается по встегам хандритера. Сегодня, в первый день весны, мы решили разобраться, что такое весеннее обострение, нужно ли его бояться и как с ним бороться. А поможет нам врач-психиатр областной психиатрической больницы Ольга Фролова. Ольга Анатольевна, здравствуйте. Доброе утро. Ну, вы-то на себе ощущаете весеннее обострение? Знаете, как это нет. Как это ни странно, но нет. Вот, а я ощущаю? Вот у меня всегда подъем. Ну, мы это еще обсудим, да, разница мужчин и женщин, это у нас еще все впереди. Вот почему, объясните мне, пожалуйста, почему весной так хочется любви? В частности, мне. В частности, вам. Очень все просто, потому что просыпается природа. Мы знаем, что солнечный день удлиняется. Солнышко очень положительно влияет на наш организм. Усиливаются все биохимические процессы в организме. Увеличивается уровень сиротонина, особенно у мужчин. Поэтому вам хочется видеть все шикарное, все прекрасное. Вам хочется видеть ясные, светлые глаза. Вам хочется положительных эмоций на работе. У вас возникают творческие новые идеи. Это все нормально. Вот далеко не всем этого хочется. Кто-то на позитиве, а кто-то на негативе. Весеннее обострение, насколько мы знаем, в психологии такого термина нет. С чем это связано? Но, тем не менее, мы ведь весной себя часто ведем неадекватно. Но сказать, что мы ведем себя неадекватно, это не очень корректно. Потому что для каждого человека эта неадекватность может служить нормой. У кого-то определенный уровень гормонального фона, у кого-то он повышен, у кого-то он понижен. Но мы не скажем, что мы психически больные или вообще больные люди. Мы каждый со своим... Бзиком. Своей особенностью мы каждый со своим, как вы сказали, бзиком. Поэтому нам иногда хочется и плакать, и смеяться. Но весной, конечно же, чтобы такие перепады были у нас как бы меньше выражены, особенно вот у женщин, все-таки с февраля месяца мы рекомендуем принимать витаминные препараты. Особенно препараты группы В. Те препараты, которые влияют на нашу нервную систему, и в результате чего мы станем с вами более упорядоченными. Я не принимала. Вот вы сказали, особенно у женщин. Я так понимаю, обострение весеннее у мужчин и женщин, оно отличается. И вы говорили о том, что у мужчин подъем случается. У женщин наоборот, соответственно. У женщин может быть спать, но и у мужчин может быть спать. Просто мужчины – это особенные люди. Они чаще всего о своих переживаниях, эмоциях нам не говорят. Потому что мы особенности, я постоянно своей жене говорю, она не соглашается. Они могут только это поведением увидеть. Они могут становиться замкнутыми какими-то, им больше захочется уединения, им больше захочется внимания. И не всегда мы это можем понять. Но это не значит, что это патология. Но весна, мы же говорим о том, что все расцветает. А почему тогда у многих случается депрессия? Депрессия сама по себе – это уже психическое расстройство. То есть мы уже… То есть проблема где-то глубже. А депрессия – это уже психическое расстройство. И о психическом расстройстве мы уже будем говорить, когда пациент не находит выхода из создавшейся ситуации. Когда настроение стойко снижено, когда отсутствует желание выходить на улицу, когда мрачные мысли, тревога – вот тогда это депрессия. А все остальное – это нет. Мелочи. Как бы тем, кто находится с таким человеком, который находится в депрессии, вытягивать его из этого состояния? Если все-таки это депрессия, все-таки не старайтесь экспериментировать. Лучше обратиться к специалисту. Если это настоящая депрессия, вы видите, что вы не можете никак справиться. И ваши советы реальные, они не помогают. Не помогает то, что вы советуете. Пойдем туда, давай сменим это. Давай поменяем что-то в стиле одежды или во внешности. Не помогает. Надо обратиться все-таки к доктору. Ну и давайте тогда заменим слово депрессия на хандру, на весеннюю. И вот если такая хандра случилась, нам же глянцевые журналы очень часто говорят о том, что верный способ проверенный из-за такой хандры… Шоппинг. Шоппинг, сменить прическу, поменять стиль одежды. Обновление. Это действительно работает? Не знаю, как шоппинг. Но давайте возьмем одежду. У нас ведь разные стили одежды. И вы, допустим, в бальном платье вы никак не поедете на охоту и на рыбалку. Ведь определенный стиль одежды дает определенный фон настроения, определенное поведение. Значит, это правильно. Сменить прическу. Вообще что-то поменять в своей жизни, да? Что-то попробовать новое. Это действует. Прекрасно. Ну вот, понимаете… Обновляемся к висе. Все очень просто, да. Ира, а если вот… Я жду тебя с короткой стрижкой. Ждешь меня блондинкой. Я уже не могу слушать постоянное твое ворчание. Спасибо большое за встречу. Желаем вам хорошего дня. До свидания.